Книга пророка Исаии Глава сорок третья Но теперь Господь, сотворивший тебя Иаков, И тебя, создавший Израиль, говорит, Не страшись более, я тебя искупил, Позвал тебя по имени. Теперь ты мой. Через воды пойдешь, я буду с тобой, Через реки ли не утонешь, Сквозь огонь проходить будешь, Не опалит он тебя, не обожжет тебя его пламя. Я, Господь, Бог твой, Святой Бог Израиля, твой Спаситель, Я отдал Египет, куш и сиву, Чтобы выкупить тебя. Так ты дорог мне, драгоценен, Так я люблю тебя, Что отдаю других за тебя в уплату, За жизнь твою отдаю народы. Не бойся же, я с тобою, Приведу с востока потомков твоих, С запада их соберу, Велю и северу отдай их, И югу не держи их у себя. Приведи сыновей моих издалека И дочерей со всех краев земли, Всех, кто именем моим наречен, Кого для славы своей сотворил я, Создал и устроил. Выведи народ, который ослеп, Хоть и есть у этих людей глаза, Который оглох, Хоть и есть у них уши, Пусть соберутся вместе народы И встретятся племена. Кто среди них предсказал это И свершившееся предвозвестил, Пусть представят свидетелей Правоты своей, Чтобы те, выслушав, сказали Это правда. А мои свидетели, Вы, говорит Господь, Вы и слуга мой, Которого я избрал, Чтобы вы узнали и поверили мне, Чтобы поняли, это я. И не было Бога прежде меня, И после меня, Другого не будет. Я, только я, Господь, И нет Спасителя, кроме меня. Я повелевал вам, Я избавлял вас, И о том возвестил вам. Не было у вас никакого чужого Бога, Потому и свидетели вы мои. Это слово Господа, Что я Бог. От начала времен И вовек я пребуду, От руки моей никто не избавит, Что свершаю я, Никто того не отменит. Вот что говорит Господь, Ваш Избавитель, Святой Бог Израилев. «Ради вас я послал того, Кто одолел Вавилон, Кто сокрушил все засовы на его воротах, Кто, халдея фликования, В плач обратил. Я, Господь, Бог ваш святой, Израиля творец, Ваш царь. Так говорит Господь, Тот, кто путь по морю проложил, По могучим волнам дорогу, Вывел коней, Колесницы и воинов, Все полчища разом, Пали они, И уже не встанут, Угасли, Как фитиль, Сгинули Навек. Но не о прежнем Вспоминайте, Не о былом Размышляйте, Я ведь Новое Ныне совершаю, И уже Наступает Оно. Неужели Вы не можете Этого постичь? В степи Пролагаю пути я, В пустыне наполняю Иссохшие реки, Даже дикие звери, Шакалы и страусы, И те меня прославят, Когда я водой орошу пустыню, Реками Степь сухую. Напою мой избранный народ, Тот, который я для себя сотворил, И он тоже Хвалу мне Воздаст. А ты, Иаков, Не взывал ко мне, Видно, Я был В тягость Тебе, Израиль. Не приносил ты мне Агнцев, Не сжигал Жертв, Не воздавал мне Должное. Я Не отягощал тебя, Требуя приношений хлебных, И воскурениями Не обременял. Не покупал ты мне За серебро Благовонных трав, Скупился На жир Жертвенных животных, А вот грехами своими Меня отягощал, Меня отягощал И преступлениями Обременял. Но я, Бог твой, Прощаю тебе Непокорство, Ради себя самого Прощаю, И грехов твоих Не вспоминаю. Ты же Напомни мне О них И встретимся На суде. Что же В оправдание Своё скажешь? Первым Согрешил Твой Пратец, Отступили От меня Твои Ходатые, Потому Обрёк На позор Я твоих Предстоятелей, Предал Уничтожению Иакова, По руганию Израиль Глава 44 А теперь Послушай меня, Иаков, Слуга мой, Израиль, Избранник мой. Так говорит Господь, Сотворивший Тебя, Созидавший Тебя От чрева, Надёжный Помощник Твой. Не бойся, Слуга мой Иаков, Ешурун, Избранник Мой. Я пролью Воду На жаждущую Пустыню, Потоками Напою Землю Иссохшую. Я И залью Дух Мой На потомство Твое, Благословение На детей Твоих. Будут Они Произрастать Как тростник Среди вод, Словно Ивы При водных Потоках. И скажет Тогда Один Из них Я Господень. А другой Назовётся Именем Иакова. Третий На руке Своей Напишет, Что он Господень И станет Имя Израиля Носить. Так Говорит Господь Избавитель И царь Израиля Господь Воинств. Я Первый Я И последний И нет Бога Кроме Меня. Кто Равен Мне? Пусть Отважится Заявить Об этом. Пусть Расскажет Он Мне, Как Устроил Я Свой Древний Народ. Или Пусть Поведает Мне О Грядущем. Заранее О Будущем Объявит. А Вы Не Бойтесь И Не Страшитесь. Я Давно Ведь Вам Возвестил Предсказал Вы Сами Мне В том Свидетели. Есть Ли Бог Кроме Меня? Есть Ли Другая Скала? Не Знаю Такой. Все, Кто Идолов Ваяет Ничтожны. Кумиры Их Любезные Пользы Им Не Приносят. И Свидетели Их Не Видят Того И Не Знают. Потому И Ждет Их Позор. Кто Делает Башка Идола Отливает Все Бестолку. Позор Того Ждет И Всех, Кто С ним Заодно. Те Ремесленники, Обыкновенные Люди, Пусть Все Они Соберутся, Встанут Рядом. Они Ужаснутся И Разом Позору Преданы Будут. Кузнец Из Железа Выкует Топор, Раскалив Его На Углях. Молотком Предаст Ему Формы, Силы Свои Вложит В Это Дело, Проголодается И Устанет, От Жажды Из Не Может. Рещик Проведет Линию, Острием Наметит Очертания, Вырежет Резцом И Обточит, Придаст Сделанному Образ Привлекательного Человека, Чтобы Поместить Его В Светилище. Рубит Он Себе Кедры, Выбирает Дубы И Кипарисы, Дает Им Вырасти В лесу Или Сажает Сосну, Чтобы Вытянулась Она Под Дождями. Что-то Из Этого Дерева Пойдет На Обогрев Человеку. Возьмет Он Немного, Чтобы Развести Огонь, Согреться И Хлеба Испечь. А Из Остального Сделай Для Себя Башка И Станет Ему Поклоняться, Вытешит Из Стукана И Пойдет Перед Ним. Половина Дров Уйдет На Костер, На Них Он Зажарит Мясо. Когда Жен Насытится, Согреется Он, Скажет, Ну вот, Тепло Мне Теперь, Смотрю На Огонь И Радуюсь. А Из Остатков Дерево Сделает Себе Бога Из Стукана, Чтобы Перед Ним Простираться И Падет Пред Ним С Мольбою Спаси Меня Ты Бог Мой. Не Знают Они Ничего Не Понимают Закрыты Глаза Их Не Видят А Ум Не Разумеет Такой Никак Не Возьмет В Толк Не Поймет И Не Догадается Спросить У Себя Если Из Половины Я Развел Костер На Углях Испек Хлеб Зажарил Мясо И Наелся Зачем Ж Из Остатка Делать Мерзость К Чему Поклоняться Деревяшке Такой Человек Питается Прахом Сбивает Его С пути Истинного Обманувшееся Сердце Я Тебя Чтобы Был Тебя Не Забуду Израиль Я Развеял Словно Тучу Преступления Твои Рассеял Как Туман Твои Грехи Так Так Верни Ж Ко Мне Я Тебя Искупил Ликуйте Небеса О том Что Совершил Господь Восклицайте Радостно Земные Долины Отзовитесь Восторгом Горы Леса И Деревья В них Потому Что Господь Искупил Иакова Прославился Он В Израиле Так Говорит Господь Искупивший Тебя И от Чрева Матери Созидавший Я Господь Творец Всего Я Никто Иной Раскинул Небеса И Распростер Землю Я Свожу На нет Знамение Лжепророков Изобличаю Глупость Гадателей Отправляю Ни с чем Мудрецов И Знания Их Превращаю В Безумие Я Исполняю Слово Слуги Моего Свершаю Сказанное Вестниками Его Я Говорю Что Иерусалим Будет Вновь Заселен А города Иудеи Отстроены И развалены Восстановлены Я Я Прикажу Бездне Море И Она Пересохнет Повелю Рекам И Ссякнут Они Пастырем Своим Назову Я Кира Он Исполнит Волю Мою Скажет Об Иерусалиме Отстройте Город О храме Заложите Его Основания Псалтырь Псалом 84 Руководителю хора Псалом Сыновей Корея Господи Явил Ты Милость Своей Земле Вывел Из Беды Сынов Иакова Простил Беззаконие Народа Своего Грехи Их Все Покрыл Ты Перестал Негодовать На нас Гнев Свой Пылающий На Милость Сменил Помоги же нам Бог Спасения Нашего Поднятого На Ноги Не Смотри На Нас С Недовольством Неужели Вечно На Нас Гневаться Будешь Из Рода В Род Хранить Свой Гнев Неужели Вновь Не Оживишь Нас Чтобы Народ Твой Нашел В Тебе Радость Свою Дай же нам Господи Видеть Любовь Твою Неизменную Даруй Нам Спасение Твое Я Весь В Слух Обратился Что Скажет Господь Бог Он Мир Возвещает Народу Своему Слугам Верным Своим Только Б Снова Не Впали Они В Безрассудство Воистину Он Скоро Неспошлет Избавление Тем Кто Чтит Его И Тогда Слава Божья Вновь Явится На Земле Нашей Любовь Неизменная И Верность Сойдутся Вместе Праведность И Мир Расцелуются Верность На Земле Даст Свои Всходы Праведность С Неба Смотреть На То Будет Благословит Господь И Земля Наша Свой Урожай Принесет Праведность Пойдет Перед Господом И Путь Ему Приготовит Евангелие По Матфею Глава Шестая Остерегайтесь Однако Выставлять Свою Праведность На Показ Не Будет Вам Иначе Награды От Отца Вашего Небесного Вот И Когда Подаешь Милостыню Не Труби На Весь Свет Как Поступают Лицемеры В Синагогах И На Улицах Чтобы Люди Восхваляли Их Поверьте Мне В этом И вся Их Награда Когда Подаешь Ты Нищем Пусть Левая Рука Твоя Не Знает Что Делает Правая Милостыня Твоя Должна Быть В Тайне А Отец Твой Видящий Тайное Он Воздаст Тебе И Когда Молитесь Не Ведите Себя Как Лицемеры Они Любят Молиться На Людей Стоя В Синагогах И На Перекрестках Поверьте Мне В этом И вся Их Награда А Ты Когда Молишься Войди В свою Комнату И Затворив За собой Дверь Помолись Отцу Своему Который И В Тайном Месте Присутствует И Отец Твой Видящий Тайное Он Воздаст Тебе Молясь Же Не Твердите Пустых Слов Как Язычники Которые Думают Что В Многословии Своем Будут Услышаны Не Уподобляйтесь Им Ибо Знает Отец Ваш В чем Нуждаетесь Вы Прежде Чем Сами Его Попросите Молитесь же Так Отец Наш Небесный Почитаемо Да Будет Святое Имя Твое Да Придет Твое Царство И На земле Да Будет Воля Твоя Как На Небе Хлеб Наш Насущный Даруй Нам Сегодня И Прости Нам Долги Наши Как И Мы Простили Тем Кто Нам Должен Не Дай Нам Впасть Во Искушение И От Злого Духа Нас Избавь Твое Ведь Царство И Сила И Слава Вовеки Аминь Если Простите Другим Согрешение Их Простит И Вам Отец Ваш Небесный А Если Не Будете Людям Прощать То И Вам Не Простит Ваш Отец Согрешение Ваш Когда Поститесь Не Будьте Угрюмы Как Лицемеры Это Они Кичатся Скорбными Лицами Чтобы Люди Видели Их Постящимися Поверьте Мне В этом И Вся Их Награда А Ты Когда Постишься Голову Умости Елеем И Умой Лицо Свое И Постись Не На Глазах У Людей Но Лишь Пред Отцом Своим Который И В Тайном Месте Присутствуют И Он Видящий Тайное Воздаст Тебе Не Копите Богатство Себе На Земле Где Моль И Ржавчина Точат Их И Где Воры Добираются До Них И Крадут Их Приумножайте Лучше Свои Богатства На Небе Где Нет Ни Моли Ни Ржавчины И Нет Воров И Краш И Бо Там Где Богатство Твое Там Будет И Сердце Твое Глаз Полюбив Одного Он Не Сможет Любить Другого Будучи Предан Одному Станет Пренебрегать Другим Не Можете Разом Служить Вы Мамоне И Богу Вот Почему Говорю Вам Не Тревожьтесь О Повседневной Жизни Вашей Что Будете Вы Есть Или Что Пить И Будет Ли у вас Одежда Для Тела Ведь Жизнь Это Больше Чем Пища И Тело Не Больше Ли Чем Одежда Взгляните На Птиц Поднебесных Не Сеют Они И Не Жнут В Закрома Не Собирают Однако Отец Ваш Небесный Питает Их Разве Недороги Вы Для Него Много Более Чем Они Да И Кто Из Вас Сколько Бо Он Не Заботился Может Хотя Бо На Час Продлить Свою Жизнь И Об Одежде Зачем Беспокоитесь Вот Лилии Полевые Они Не Изнуряют Себя Трудом Не Придут Но Даже И Соломон Во Всей Своей Славе И Блеске Не Одевался Говорю Вам Так Как Любая Из Них Но Если Траву Полевую Которая Сегодня Есть А Завтра Будет В Печь Брошена Бог Так Одевает Не Сделает Ли Он Больше Для Вас Маловеры Итак А Остальное Все Будет Дано Вам В Придачу Итак Не Тревожьтесь О Завтрашнем Дне Ибо Завтрашний День Сам Позаботится О Себе Довольно Каждому Дню Своего Беспокойства Тревожьи Продолжение следует...